Украинский отряд был разгромлен в селе Гирии, но продвижение ВСУ продолжается. Кадыровцы и морпехи вступили в бой, а вместо опытных военных защищать Курскую область массово отправляют срочников. Аптел Аудинов признал первых пленных из Ахмата. С вами Ян Матвеев, обсудим события на Курском фронте, потери и планы сторон. В Курской области прошли первые бои, о которых мы уже можем говорить более-менее определенно. Один из них в селе Мартыновка, к северо-востоку от Суджи, а второй в селе Гирии, это на восток неподалеку от окраины. В обоих сражениях принимали участие кадыровцы из Ахмата и 810-я бригада морской пехоты. Мартыновка – важный населенный пункт по пути из Суджи в Курск. Сейчас он блокирует наступление ВСУ по трассе Р-200, не позволяя расширять зону контроля дальше. Если Мартыновка падет, то потом можно двигаться до самого Большого Солдатского, а это уже 32 километра. О боях за Мартыновку начали писать 10 августа, появилось видео с военными в селе, сообщали, что это кадыровцы. Российские военкоры сначала писали, что Мартыновка освобождена, затем писали о новых атаках ВСУ. Похоже, что в Мартыновке действительно были и продолжаются столкновения, их исход неизвестен, и я отношу это село к серой зоне. 12 августа штурмовая группа ВСУ из 6 или даже 8 БТР-4Е «Буцефал» вошла в село Гири, где попала в засаду. Машины действовали порозень или парами, что лишило их численного преимущества. БТР российской 810-й бригады морской пехоты уничтожил одну из украинских машин, другие попали под удары FPV-дронов. Итог неутешительный для ВСУ. Гарантированно потеряны минимум 5 машин, один БТР-4Е стал трофеем российских военных. Украинские военные постепенно продвигаются вдоль границы на юго-восток, чтобы расширить плацдарм. Они не ожидали засады и были разбиты, но рейды небольших отрядов продолжаются. Давайте посмотрим на карту. Вот эта территория находится под контролем ВСУ. Их наступление заблокировано по двум направлениям, в районе Мартыновки и возле Коренева. Но во все стороны двигаются отдельные ДРГ, разведгруппы, штурмовые отряды. Они доходят до Снагости и Гордеевки на западе, до общего колодезя и Каучука на севере, а также Озерков и Гирьев на юго-востоке. Поэтому общая зона влияния отрядов ВСУ сейчас гораздо шире. За прошедшие дни появились новые подтверждения захвата Суджи. Город полностью под контролем ВСУ, а вот фронт в Курской области еще не сформирован. Продолжается этап маневренной войны. Давайте обсудим, кто в ней участвует. На переднем плане в Курской области кадыровцы. Во-первых, у них единственных есть свой спикер, Алаудинов. Во-вторых, они быстро фоткаются, снимают ролики с захваченной техникой. Хотя, судя по всему, основной удар боевых операций на себя принимает именно 810-я бригада морской пехоты. Тот же трофейный БТР приписывают морпехам, а не кадыровцам. В последние дни ребром стал вопрос пленных. Их очень много и постоянно появляются новые ролики. Среди украинских военных пленные тоже есть. Чуть больше десятка, если судить по доступным кадрам. Но российских на два порядка больше. Кто-то говорит о тысяче человек, кто-то даже о двух тысячах. Ну, суммируя все увиденное, я оцениваю число пленных в сотни человек до тысячи. Но главное внимание привлекают, конечно, пленные кадыровцы. Украинцы показали сразу нескольких бойцов Ахмата. Алаудинов не мог промолчать и заявил, что все это фейки и ни один Ахматовец в плен не сдавался. Противник делает очень много вбросов, воздающихся в плен бойцов подразделений спецназа Ахмат, бойцов Аида. Короче говоря, много всего. Но самое интересное это то, что ни один наш боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы. Если это наш боец, зачем прятать его лицо? Покажите, назовите позывной, сделайте так, чтобы было стыдно командиру. После этого солдаты 225-го полка ВСУ взяли, да и опубликовали фото документов, где четко видно, что это сотрудники МВД. У одного даже Ахмат написано, они из Чечни, ну и так далее. Мы все эти данные скрыли, но если нужно проверить, в сети легко найдете. После этого Алаудинов уже не мог отнекиваться и выдал оправдание. К вашему пониманию, да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трех бойцов Ахмат Чечня. Мы их видели. Все. Мы это признаем, этих трех бойцов мы видели. Но когда вы говорите, что вы берете активно в плен бойцов спецназа Ахмат, извините меня, у вас нет ни одного бойца спецназа Ахмата. Послушайте, чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Я вам скажу так. Получается, пятеро кадыровцев все-таки в плену, даже по его версии. Особенно поражает вот это вот. Раз в плену, значит больше не кадыровец. То есть пока у пацанов все окей, они побеждают, они ваши. А как у них проблема, и они в плену, то все. Можно отказаться, бросить их, я правильно понимаю? Но в Курской области не только кадыровцы. Мы уже обсуждали, что туда перебросили бригаду Пятнашка. Вчера пропагандист Коц дополнил этот список. Уже тут на направлении работает и интербригада Пятнашка, и батальонный Шир, Сармат, Чигевара. Ребята уже заняли позиции, уже имеют боевой контакт с противником. Получается, что кроме 488-го полка и 810-й бригады никаких регулярных частей нет. Одна только сборная солянка из мелких псевдодобровольческих батальонов. Это может стать серьезной проблемой для российской армии. Пока они гоняются за отдельными небольшими отрядами ВСУ, все нормально. А вот когда им придется сойтись в полноценном общевойсковом бою крупными силами, тут и вылезут наверх слабости такой схемы. Ведь эти подразделения маленькие, они независимы друг от друга. Возникнут очевидные проблемы с коммуникацией, с единоначалием. Обычно они имеют меньше тяжелой техники артиллерии, чем регулярные войска. А это значит, не хватит огневой поддержки. Лоскутное одеяло может и рассыпаться, если ВСУ нанесут масштабный удар. Укрепить оборону Курской области, по мнению путинских генералов, должны самые умелые бойцы. Отказники и срочники. Из Петербурга вывезли 500 мужчин, отказывавшихся воевать. Среди них и те, у кого серьезные проблемы со здоровьем. Мужчина под 70 лет, другой без глаза, третий из категории Д. Их посадили в самолет и отправили в Курск. Утром сын написал, что сейчас нас одевают, дадут автомат и, скорее всего, в бой. Рассказала мать мобилизованного, у которого после участия в войне возникли проблемы, и он наблюдается у психиатра. Вот настолько не хотят российские генералы снимать боевые части с фронта, что готовы затыкать дыру, кем попало, даже людьми с проблемами со здоровьем. Издание «Важные истории» пишет, что эвакуированных с Курской границы срочников теперь снова отправляют на фронт. 150 солдат собрали под Курском и заявили, что пошлют на передовую идти вслед за штурмовиками. Их угрозами заставляют подписать контракты. Говорят, ну мы все равно вас пошлем, так хоть деньги получать будете. И вот тут же информация от издания агентства. В Курскую область собираются перебросить срочников из Мурманской. Солдат 80-й мотострелковой дивизии, принявших присягу 3 августа, неделю назад, отправляют прямиком на войну в самое пекло. Что там Путин обещал? Срочники не будут воевать? Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Прошло 2,5 года и теперь срочников целенаправленно отправляют на войну. Ну а что, формально, Россия же не зона СВО, конечно. Сложно что-то посоветовать в такой ситуации, но для начала стоит пытаться отказываться до самого конца. Шанс погибнуть в зоне боевых действий сейчас очень высокий. Путин на днях собирал совещание, где обсуждал войну в Курской области с понуро глядящими в стол Шойгу, Герасимовым. Беловцев вообще был по видеосвязи. Именно там, в Рио, губернатор Курской области открыто заявил, что захвачены 28 населенных пунктов. А Путин выдал вот что. Подобные акции, безусловно, преследуют главную военную цель, а именно остановить наступление наших войск по полному освобождению территории Луганской, Донецкой народных республик, территории Новороссии. И что? Что происходит на линии боевого соприкосновения? Каковы результаты? Темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот увеличились. Увеличились в полтора раза. По всей линии боевого соприкосновения наши вооруженные силы продвигаются вперед. Интересно, что продвижение за последнюю неделю на Донецком фронте действительно есть, но только темпы не увеличились, а практически не изменились. Российская армия за это время захватила 60 квадратных километров, а украинская тысячу. Это почти столько же, сколько было захвачено путинскими войсками с начала года. Украинское руководство, судя по всему, довольны результатами наступления. На днях Сырский доложил Зеленскому как раз о захвате тысячи квадратных километров Курской области. На следующий день он уже поднял оценку еще на 40 квадратов. На территории Курской области за сегодняшнюю неделю наши войска просунулись на гребных напрямках от 1 до 3 километров. Взято контроль над 40 квадратными километрами территории. И на сегодня 74 пункта находятся под нашим контролем. По словам главкома ВСУ, под контролем Украины 74 населенных пункта. Интересно, что Зеленский добавил. Хотел бы вас попросить не забывать и продолжать тренировку и разработку следующих важных ключевых шагов. Может брава да обман, однако следующих шагов от ВСУ действительно можно ожидать. Каких? Ну давайте объясню. Беспорядок первых дней прошел. Российские войска, какими бы они ни были, начинают оказывать уже серьезное сопротивление. Помимо разгрома в гирях, есть еще подбитая колонна из двух машин в кримином и несколько других одиночных отрядов украинских разбитых в самых разных местах. Сверху накладываются постоянные потери техники от ударов дронов-камикадзе. Теперь к ланцетам прибавилось существенное количество FPV-дронов. Именно с их помощью были уничтожены украинские БТРы в гирях. Российская армия перебросила на фронт несколько подразделений операторов-беспилотников. Ну, дальнобойные дроны-камикадзе остаются самым эффективным оружием. На этих кадрах атака украинской техники возле небольшого укрепления. Как только ВСУ делают передышку, замедляют продвижение, стоящая техника попадает под град атак. Так, потери от беспилотников уже очень ощутимые. Вот у этого брошенного танка, видимо его атаковали еще раньше, рванул боекомплект после удара дрона-камикадзе ланцет. И такие видео попадаются, ну, примерно по 2-3 каждый день. В ВСУ есть два варианта на ближайшее время. Первый. Закрепиться на занятых рубежах, окопаться, сформировать полноценный фронт. Через который уже никакие отряды кадыровцев не пройдут, но и свои разведгруппы отправлять вперед будет бессмысленно. Придется ограничиться уже занятыми территориями и дальше планировать возможные прорывы с учетом статичной обороны. Второй вариант. Наступление крупными силами. До сих пор действовали относительно мелкими. Теперь же можно собрать отряды в один кулак, разбить шатку пока оборону российской армии. Против десятка танков, бронемашин, двух-трех род пехоты, артиллерийского огневого вала кадыровцам нечего противопоставить. И одна 810-я бригада тоже не справится. И срочники тоже не справятся. Да, это рискованно, но может привести к значительным результатам. Например, быстрому прорыву на Курск или в сторону Рыльска с тем, чтобы отрезать выступ на границе и занять еще большую территорию. Крупная атака второй волной приведет к возобновлению маневренной войны, которая сейчас начала потихоньку затихать. Все зависит от решения Сырского и украинских командующих, конечно. Либо масштабные атаки, либо затухание и стабилизация. В ближайшие несколько дней мы поймем, что они выбрали. Но сразу скажу, чем дольше ВСУ сохраняют паузу, чем дольше готовят это крупное наступление, тем больше шансов у российской армии его отразить. А копы и траншеи в тылу они уже копают, силы перебрасывают, скоро освоятся, решат некоторые проблемы, наладят управление. Бардак и хаос заканчиваются постепенно. И это, конечно, не на руку ВСУ. А что вы думаете об этом? Напишите в комментариях под видео. С вами был Ян Матвеев. Если вы хотите больше роликов, подписывайтесь на мой Patreon. Финансовая поддержка поможет моей работе. А еще ставьте лайк ролику, подписывайтесь на канал и удачи вам!